Уровень опасности энцефалитного клеща в Алдане изучают уже сейчас. Несмотря на то, что летний сезон еще не наступил, последствия укуса и когда нужно ставить прививку, специалисты считают своим долгом донести до населения уже сейчас. Нарушение речи, потеря координации и паралич. Такими могут быть последствия летнего отдыха в тени деревьев. В Алданском районе случаи укусов клещей регистрируются ежегодно. Заболевание очень опасно. Вода, последствия неврологические, различные симптомы, вплоть до инвалидности. О кровососущих жители республики узнали сравнительно недавно. Еще пару десятков лет назад в северных лесах клещи не встречались. В Якутию они мигрировали. В Алданском районе в прошлом году с укусами клещей в больницу обратились 75 человек. Все они получили экстренную профилактику. Всех клещей, снятых с людей, мы отправляем на исследование в вирусологическую лабораторию в город Якутск. И по результатам исследований у нас ежегодно выявляются клещи, инфицированные вирусом клещевого энцефалита. Сделать возможный укус клеща безвредным и предотвратить потерю здоровья можно только с помощью прививки. Весна – оптимальная пора для проведения вакцинации. Иммунитет вырабатывается через несколько недель. Вакцинальный комплекс состоит из двух прививок с интервалом в один месяц. Последующая ревакцинация через год и отдаленная ревакцинация каждые три года. Поэтому прививаться нужно уже сейчас, чтобы к началу эпидезона, ну это июнь месяц, у человека привитого выработался иммунитет. Обязательному вакцинированию подлежат граждане группы риска. Это люди, чья профессиональная деятельность связана с дикой природой. Эпидемиологи отмечают, что сознательность в обществе растет. Если несколько лет назад добровольно вакцинировались несколько десятков человек, то сегодня о собственной безопасности задумываются сотни. Повышается процент привитых детей.